выходим назад ну для подвала сайта предусмотрено вот 4 виджета но я советую вам использовать только три виджета вот этих три переходим в первый добавляем виджет ищем текст сюда в заголовок вставляем название магазина и теперь нам нужно вот сюда вставить контактные данные соцсети вас в описании под видео будет инструкция она будет называться контактные данные для подвала вам по инструкции нужно все подредактировать под себя ставить свои контактные данные по днп инструкции специальной и затем вы должны скопировать имеющийся там код в значит скопировали тот код переходите здесь во вкладку текст устанавливаете курсору кликнув на левой кнопкой мыши и вставляете ваш код после этого вам нужно все-таки вставить социальные сети также есть инструкция социальные сети для подвала сайта вы также по инструкции редактируйте все под себя вставлять берете копируете имеющийся там код и затем возвращаемся сюда сделаем такую такие про 22 пробела enter и вставляете этот код давайте спустимся назад на вниз и посмотрим что у нас получилось вот видите это мы сделаем черным цветом это красным цветом но будет все шикарно дизайн под редактируем теперь сворачиваем этот виджет выходим из этой виджет зоны заходим вижу зону 2 кликаем добавить виджет выбираем нам нужен виджет навигационное меню меню навигации вот здесь выбираем тот за самое меню который мы создавали для подвала сайтов для клиентов и здесь вводим собственно для клиентов точки мы уберем когда будем редактировать дизайн сворачиваем выходим назад заходим в эту третью виджет зону добавить виджет и здесь есть виджет текст здесь мы вводим заголовок у вас вопросы теперь вам нужно надеюсь у вас еще открыта консоль переходим в консоль макс баттон то гну вкладка где мы создавали кнопку и вот скопировать вот этот шорт код кнопки нужно квадратных к скобках копировать копировать и возвращаемся сюда его вкладке визуально здесь вставляем скопированный код сворачиваем теперь нам нужно добавить еще один виджет и изображение значит здесь есть виджет нам по алфавитному порядку куда ищем изображение у вас также это будет изображение чтобы вы нигде его в интернете не искали с платежными системами в описании под видео кликаем добавить изображение теперь в консоли которая у вас открыта также здесь страницы все страницы 10 доставка и оплата перейти этот это короче изображение будет вести вот на эту страницу доставка и оплата так и мы должны вот сюда спускаемся ниже и вставить вот сюда ссылочку и кликаем добавить виджет сворачиваем виджет этот все теперь сохраняем изменения кликнув опубликовать в консоли его все открыто еще до консоль переходим внешний вид вид редактор тем я понимаю и ищем файл в подвал футер php вот и теперь я вам скажу куда нужно нам нужно найти сайт инфо div так спускаемся вниз футер не трогаем не трогаем немножко с кодом поколдуем сейчас вот копирайт копирайт вот это где от видите сайт инфу вот здесь выделяем и ведем отсюда видите где написано что сайт инфо заканчивается вот нам нужно вот эта область поэтому мы все что внутри нее вот это вот все эти рекламные ссылки просто удаляем находим инструкцию вас в описании называется вставка юридических реквизитов находим эту инструкцию копируем весь имеющийся там текст но только не то что весь имеющийся этот текст меняете тот текст шаблоны на свой и вот просто он давно вот так вот примерно вставляем и обновляем файл у вас должно быть вы выйти видите подтверждение зеленой подкраской файл успешно изменен и теперь возвращаемся нашу панель настроить и обновляем браузер давайте спустимся вот видите все у нас получилось давайте выйдем из панели настроить так как она уже нам не нужно будет скорее всего смотрите что у нас получилось у нас такая вот шапочка до меню слайд далее идет видите вот эти категории джинсы баннер но дизайн подправим так отлично так отлично все отлично и дизайн подправим так а что у нас с личным кабинетом личный кабинет но это мы дизайн подправим все это подправим этот уберем и вот right sidebar в общем я сейчас расскажу если вы выбираете у страниц правый sidebar если этого специальная виджет зона вот из этого мы весь мусор удаляем и все что вы хотите отображать на обычных страницах и записей с правом сайт справ в правом сайт баре вы кстати тут надо мету ставить вот мета нам понадобится метр это нравится и бар на добавляем это это будет позволять нам регистрироваться новым пользователям поэтому мету мы должны оставить а если вы у вас все в левом сайт баре вы выбрали для страниц левый сайт бар то тогда все должно быть в левом сайт баре то есть вот так всякий случай вот так и нужно делать теперь для того чтобы ваши новые клиенты могли зарегистрироваться на сайте не только могли войти настройки чтения по моему если не ошибаюсь не давайте настройки общие здесь представим сегалочку что любой может зарегистрироваться и это клиент выбираем роль клиент и сохраняем изменения все теперь все что вам нужно сделать это настроить панель авторизации панель авторизации у меня есть хороший видео урок о том как настраивается это панель авторизации и для этого нужен плагин часа посмотрим его установили мне кажется мы его не установили короче плагин добавить новый вводим в поиске как-то так надо ввести его там лампочка должна быть вот он этот плагин установить активировать после это появится здесь вкладка у вас логин кастами за и сюда кликаем давайте я сразу сейчас настрою значит logo option заходим здесь спускаемся вниз выбрать изображение логотип наш загружаем так все выходим отсюда теперь layout options не трогаем здесь ничего background options делаем белый фон выбрать изображение давайте попробуем от этой запросе вот более менее еще в общем берете изображение выходите отсюда и теперь в general form options нужно сюда вставляете вот такие значения чтобы рамочку придать значит здесь делаем цвет ссылок черный вот здесь нужно переводить теперь название забыли пароль и и назад выходим назад login form text теперь вот здесь все надо переводить на русский язык здесь пароль пароль здесь запомнить меня здесь войти здесь регистрация выходим назад регистрации регистрации имеем имя им контроль ц здесь имя 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 остается здесь имя здесь вставляем подтверждение здесь вводим регистрации здесь здесь кликаем войти выходим заходим сюда здесь вставляем вот такой имя 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 здесь вставляем здесь вставляем получить новый пароль входим да и у здесь link color черный вот внизу чтобы они выделялись все в принципе такая панелька будет у нас ну а публиковать конечно ну а от личного кабинета нам что там осталось нам осталось просто настроить дизайн но это мы сделаем на одном из последних уроков